Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Мон И в принципе, ребята, сейчас мы уже достроим вот эти все плавильни, которые нам, ну которые вот тут остались Нам еще нужно две, 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 не шерсти, а две кожи найти Давайте сейчас Нил Танк, вот как раз их там куча Еще нужны две кожи, чтобы уже сделать все рамки Так, это у нас там кто? Во, Меджик Арп В принципе, сделаем, ребята, мы все рамки и в принципе все у нас уже можно, можно сказать, плавильня будет готова После этого мы, ребята, себе делаем ультраболы, как я говорил, хотя бы там стака так пол, да, чтобы хватило, чтобы в принципе уже сделать себе нормально так О, как раз две штуки выпало, чтобы сделать себе уже нормально так ультраболов И чтобы в принципе хватило на то, чтобы даже в принципе всех ловить Так После ультраболов, ребята Мы, может, еще пару уровней Так прокачаем Нашим покемоном После этого Мы уже, в принципе, начнем Так Ох, нифига себе После этого, ребята, мы уже, в принципе, начнем себе делать Магазин После магазина продавцы И вот тогда, ребята, мы уже начнем Сейчас, секундочку И, в принципе, ребята, после этого мы уже начнем Себе ловить В принципе, всех покемонов, которые у нас будут Будут попадаться на пути, то есть Как было у нас в предыдущем сезоне Что мы ловили всех покемонов, которые Только были, да, всех-всех-всех-всех Если, например, видели какого-то покемона Которого у нас нету, сразу же его ловили И он там лежал у нас в компьютере А потом мы его прокачивали После того, как Когда его уже нужно прокачивать Так, сейчас давайте мы уже сделаем Что там нужно Как там это делается? Вроде вот так, да Сейчас Сколько нам там Нам там дофига нужно Не хватит вот этого Ну, ладно Сейчас мы Разберемся Так, сколько тут? Пять Шесть Как раз шесть Давайте еще столько же Два Три Четыре Пять Шесть Вот Так Отлично Давайте еще может Хотя, в принципе Что там еще нам нужно было Еще две картины Нам нужно было сделать Вот Как раз они вот тут Отлично И, в принципе, еще давайте немного дерева так себе возьмем Отлично Ну что, сейчас Это 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 мы ставим Ай Не туда Эм Вообще охрененно Картина сломалась, да? Так Это сюда упало Это сюда Ладно Так Сундук Сундук Так Давайте мы пока что Поставим вот сюда Отлично Сейчас Нет Не вот это Вот это Это сюда Это сюда Это сюда Это сюда Отлично И вот тут Тоже так делаем И все Еще сейчас, ребята Картинку Нет Не вот это Нет Не вот это Тоже не вот это А где еще одна? А вот Ам Во Отлично В принципе Вроде больше и не будет Как бы Другой какой-то Ну Попробовать можно Но я не думаю Что есть куча Всяких картин То есть Как раз Три картины Разных Вот такие И в принципе Мне кажется Да ломайся ты Вот Нет Мне кажется Не будет А не Есть Отлично Ребята Четыре картины Все Сейчас Абриконы Еда 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 у нас Давайте Как раз Полстака Возьмем Абриконы Еда Ресурсы Это Что еще А это я поставил Да У меня же тут Шесть сундуков Было Зачем Ну ладно Ресурсы И камни Давайте же Сразу Ребята Сейчас Это все Сделаем После Этого Нет Я же забыл Нам же Еще Ват Нужно То есть Не Ультраболы Магазин И потом Прокачка Ад Ультраболы И потом Магазин Точно 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 Сейчас Ребята Я не знаю Да Давайте Это все Возьмем Потом Нужно Еще Ребята Склад Сделать Где У нас Будут Храниться Дома Мы Спим На Мельнице Мы Выращиваем Абриконы Тростник Там В отдельном Здании Мы Выращиваем Морковку И Картошку Потом В Плавильне Мы Это Все Жарим Потом Сделаем Магазин Где Мы Все Покупаем Потом Сделаем Склад Где Мы Все Храним И В принципе Вот так Нормально Так Мы Уже Можем Спать По идее Можем Уже Вроде Темно Потом Может Себе Сделаем Какой Еще Другой Дом В доме Мы Будем Например Спать Хранить Покемонов В компьютере Лечить Покемонов И Вот Делать Вот Это Все С Этими Фосил Машинами Да То есть Фосил Фосилы Делать А вот Делать Ультраболы Мы Тоже Будем Намелиться Там Где Принципи Это Все Делается Так В принципе Все Сейчас Ресурсы Мы Забрали Ресурсами Забрали Уголь 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 У нас тут Это В принципе Мы Мы Тоже Так Забираем Дайте Ну В принципе Фиг его Знаете Сюда Так Сюда Поставим Чтобы Было И Сюда Поставим Хотя Пять Штук Пополз Так Хотя Нет Давайте Пускай Будет Пять Штук Да И Все Туда Забираем Все Ресурсы Что Еще Нам Нужно Еда Еду Мы Тоже Все Забираем У У У Уже Нету Места Сюда Мы Можем Что Поставить Сюда Вроде Ничего Вот Сюда Мы Можем Вот Это Поставить И Вроде Все Да Да Вроде Все И Вот Это И Вот Это Так Отлично Сюда Охренеть Тут Столько Всего Чего Можно Пережарить Ну Как Всего Вот Это Мы Забираем Да То Что Мы В принципе Уже Сделали Писок Пускай Будет Пока Штук Вот Вот Так Забираем Ребята И Бежим Туда Отлично В принципе Все Сейчас По идее Уже Там Должны Мы Все Туда Поставить Какая У нас Плавильня Получилась Мне В принципе Нравится Такая Как раз Нормально Еще Тут Осветление Нужно Сделать Потом На потолке Или Еще Где-то Так Сейчас Сюда Сюда Тут Давайте Сюда Сейчас Тут У нас Блок Давайте Поставим Сюда Мы Вот Это Так Отлично Давайте Возьмем Вот Так Вот Так Нет Не Вот Так А Вот Так Так Это Это Берем Ставим Ай Че ты Как-то Да ты че Прикалывайся Вот Вот так Сюда Уголь Отлично И сюда Ай Че ты И сюда Да Вот Вот Ставим Вот Сюда Отлично Вот так Ребята Сейчас Сюда Тут Ресурсы Да Ресурсов У нас В принципе Нету Что мы Можем Туда Поставить Чтобы Так Казалось Так Ладно Сейчас А камень Сюда Мы Ставим Сюда Мы Ставим Все Ресурсы Вот Так Отлично Где у нас Печки Не А Зачем Печка Если можно Вот сюда И сюда Отлично Так Ну все Еще вот тут Не хватает Вот это Поставить Нужно Какие-то Ресурсы Так Еда Ай 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 Еда Вот тут Еду Мы Тоже Вот Сюда Складываем Вот Так Отлично Полстака Полстака Вот так Отлично Все ребята Сейчас нам Ну я не знаю Может где-то Тут по верстаку Где-то поставить Чтобы нормально было Тут в углу Потом что-то придумаем В принципе Потом это все придумаем После того Как сгоняем в ад Так как хочу Там Пару штучек Всяких Взять Так Сейчас 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 Тут в принципе Я не знаю Может Вот так Как-то А тут Тогда что Вот так Да Вот так Там у нас Вот тут еще Нужно Вот на потолку Это сделать Точно 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 Вот 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 Так Отлично Сейчас У нас Нами же Еще были Где-то Или не были Или были Фиг его знает Ладно Давайте еще сделаем Как раз Хотя нет Как раз Не как раз Вроде не хватит Вот так Вот так Отлично Сейчас Вот сюда И Нет Так Нам еще вроде Нужно Две штуки Да И Вот С этой стороны То же самое Нужно Фух Капут Жара тут Даже Сдуреть Как парить Парит Ну тут конечно Погода такая Ребята Где я живу Странная Немного За сегодня Дождь Ну падал Где-то Раз так Десять Но зато Парит Смотрите Я вам Объясню Какая погода Да Ты утром Встаешь Ни одной Тучки Даже Белой Ни одной Тучки Нету Все нормально Ничего Нету Вот реальный Примет Ну как реальный Примет Ну так Более-менее Ничего Нету Да Ничего Нету Ладно Идешь Покушал Покушал Заходишь В туалет Выходишь В туалет А дождь Падет Падает Как Ты пять Десять минут Там назад Выходил 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 На улицу Все нормально Ничего Ни одной Тучки Через десять Минут Уже Небо Все черное Ну как черная такой тусклая да ну такие такие тучи уже черные да уже уже дождь такой льется что сдуреть можно думаешь ну ладно дождь дождь не начался не успел зайти в дом посмотрел в окно уже уже солнце уже уже ни одной точки почти нет уже солнце уже ничего не падет ну ладно не успел ты зайти в комнату там включить телевизор уже дождь опять пойдет уже опять. Тут, короче, вот такая система. Я это первый раз вижу, чтобы где-то вообще такая погода была. Где мы только не ездили. Даже если, например, там 30 километров от моего города, там нормальная погода. А тут вот так. Тут может за час дождь падать раз так 20. То есть, дождь, солнце, дождь, солнце, дождь, солнце. И я не знаю, как тучи успевают туда-назад, туда-назад, туда-назад. И вот так. Вот так. Не успеваешь ты пройти там 5 метров дождь. Проходишь еще 10 метров. Сухо. Все сухо. Заходишь за угол. Опять дождь пойдет. Опять все мокро. Переходишь там улицу. Опять все сухо. Это, если честно, немного бесит. Потому что, когда ты уже хочешь дождь, то, ну, ну, пади ты уже нормально. И дождь, ну, как лупани ты уже там. Неделю падает. Ну, ладно. Неделю, не неделю. Но хотя бы с утра до ночи. Еще там день. В принципе, вот это нормально. А когда вот такая хрень начинается, прекращается, начинается, прекращается. И вот так. Каждую минуту. Это уже действительно бесит. Вот. Только что дождь падал. Я уже весь мокрый из-за того, что тут такая жара, что сдуреть можно. Сейчас, через пару минут, наверное, опять дождь начнется. Вот опять уже там. Уже солнца не видно. Уже там тень какая-то. Что-то такое. Короче, ребята. Действительно, тут такая погода. Вроде осень. Вроде и все такое. Но жара, я не знаю. Не знаю. Вот. Весь... Ну, мокрый, не мокрый. Ну, капут вообще, ребята. Жара действительно тут есть. Так, что нам сейчас нужно? Ну, освещение я это потом сделаю. Что нам нужно? Обсидиан. Точно. Обсидиан. Вот там у нас есть, но я не знаю, где-то, где-то, куда-то, вот туда, да, бежать. Там у нас есть, нужно посмотреть. Хватит ли на, на портал. Ну, я не знаю, ребята. Ну, нужно, нужно все-таки в ад сгонять. Как можно быстрее. Чтобы добыть себе и кварца хотя бы немного. А мы, да, вроде правильно бежим. Кварца, глоустона, хотя бы пару стаков, чтобы хватило уже на... на раркенди. То есть, чтобы мы уже их делали, да. То есть, у нас куча уже тростника есть. И у нас, например, когда мы добудем, да, там будет еще нормально так раркенди. Что нам остается? Это яблочки. Остается, наверное, только один вариант. Если, например, мы сделаем еще магазин с покупками яблок, то это будет уже не... ну, не то, что интересно. То есть, у нас уже куча ресурсов, за которые мы себе можем покупать золото. Золото у нас есть. У нас уже куча тростника, ну, как куча, нормально, так тростника, которого мы вырастили. То есть, мы уже можем его использовать на сахар. Там, в принципе, нормально так есть, что мы уже можем себе делать раркенди. Это нормально. Если мы пойдем в ад, да будем себе там глоустона пару стаков, то есть, уже тоже у нас его будет нормально. Что у нас не хватает, это только яблочек. То есть, если мы их сделаем за продажу, то мы сможем покупать их хоть сколько. То есть, мы будем прокачивать только покемонов, можно сказать, с помощью... с помощью раркенди, потому что мы сможем покупать их куча. А так, если мы не будем покупать яблочки, будем их добывать, искать, то это уже будет немного по-другому, потому что, например, когда мы сделаем магазин, где мы сможем продавать вещи с покемонов, да, у нас будет куча ресурсов, и мы уже сможем себе... Ух ты. Уже себе сможем покупать ту же... ту же золото, да, чтобы делать в раркенди. И, в принципе, нам уже больше ничего не нужно будет. Это вот так. Кроме... кроме яблок, да. То есть, если бы мы покупали яблоки, то мы бы продали пару вещей, там, которые у нас есть, которые мы бы выбили с покемонов, да. И... и всё. И мы бы себе купили сразу, не знаю, сколько, в раркенди прокачали всех покемонов. Ну, всех-не всех, но нормально бы так прокачали. А вот так, например, ребята... Так, например, мы... Мы... В ресурсе почти что все у нас есть, да? Так. Но что нам не хватает? Это яблочки. Если мы, например, будем добывать яблочки с деревьев, то это будет очень долго. Как мы добывали? Мы... у нас было уже там больше, чем стак... дерева, да? Но не было даже ни одного раркенди. Какого раркенди? Не было... ну, может одно там два яблочка было, и то меньше. Что нам остаётся? Это, наверное, всё-таки... Охотиться на сно... На снорлок... Снорлоксов, твою же. Потому что, в принципе, с них как раз нормально так падает. Когда мы находили, например, там по два, по три снорлокса так сразу, это, в принципе, нормально. Когда они так стоят, то, если там пойдёшь... Немного их поищешь, то, в принципе, и 20 яблок так можно набить... Ну, не за очень большое время, но не за пару минут. В принципе, 20 яблок — это 20 раркенди. Как раз два с раркенди, чтобы там прокачать... Докачать одного покемона. Что, ребята, я ещё забыл. Нам же ещё Иви нужно будет прокачивать. То есть я хотел её или в Веспиона, или в Амбриона прокачать. А вот то, что я самое главное забыл, что она прокачивается-то с помощью счастья. Как раз сейчас давайте мы вот так поставим. Вот это я действительно забыл. Мы её уже столько уровней прокачали. Сейчас нам нужно счастье будет и опять прокачать. Ну, хотя у неё 58 есть. Ну, ладно, пускай пока что будет. Так... Давайте соберём, что у нас тут выросло. Построим портал и уже загоняем как можно быстрее в ад. И всё, ребята. После этого достроим, что нам не хватает. Сделаем то, что ещё не сделали. Сделаем себе нормальную такую трополу, чтобы ловить уже покемонов. После этого... Сделаем какой-то магазин, чтобы там поместить... Ну, как бы, чтобы там были продавцы, да? Какой-то нормальный магазин. Потом ещё продавцов сделаем. Цены и всё такое. И после этого, ребята... В принципе, после этого всё, ребята. У нас будут продавцы. У нас будет уже... Круговорот, да? То есть убиваем покемонов-боссов. Нам выпадают шмотки. Шмотки мы продаём в магазин. За то, что мы получили в магазине за продажу. Мы покупаем золото. Золото делаем Раркенди. Раркенди прокачиваем покемонов. Прокачиваем покемонов. Берём других покемонов и... Других прокачиваем. Вот, в принципе, вот так. И после этого мы уже, ребята, будем всех ловить. Всех подряд. Будем... Уже опять, как мы делали в предыдущем сезоне, мы уже будем... Продавать вещи с покемонов на то, чтобы получить алмазы. Из-за алмаза покупать алтари с легендарными покемонами. То есть мы потом будем прокачивать опять орбы. Зорбы будем, типа, ну, покупать алтари и делать себе легендарных покемонов. Да, ребята? Так, сейчас, куда это нам нужно? Не туда зашёл, я же забыл сейчас. Вот тут у нас... О, это ещё там кто? О, сейчас у нас не тут пережаривается, да? Так, а тут у нас что-то... Опять кто-то потоптал. Вот зараза. Я ещё тростник забыл поставить. А, ладно, сейчас вернёмся. Тростник в сундучок поставить. Сколько там уже? Ну, в принципе, уже дофига тростника. То есть, больше... В принципе, больше там не нужно. 64 тростника за 64 тростника можно сделать 64 раркенди. То есть, по одному тростнику на одно раркенди. Так, ещё там кто-то где-то потоптал, нет? Вроде нет. Так, так, так. То есть, собираем. Давайте сейчас как раз вот это всё соберём. В принципе, еды у нас и так уже, ребята, просто куча. То есть, больше нам и не нужно. Ну, как? Вот этой еды нужно, как бы. Но вот этой еды, что сейчас у нас есть, как бы хватит ещё. Поэтому, поэтому, поэтому вот так, ребята. Так, сейчас... А, тут ещё есть. Ну, тут уже вроде всё. Так, всё-всё посадили, да? Отлично. Это, в принципе, давайте пока что вот сюда поставим. А, нет, это пережаренные. Морковку, морковку, морковку тоже сейчас соберём. Отлично. Это тоже сейчас соберём. И всё. Сейчас тут что-то есть, нет? Сейчас мы это всё посадим. И всё. Вот так. И вот так. Отлично, ребята. Вот что я ещё как раз у вас хотел спросить. Не хотите ли вы поиграть в мини-игры? То есть... Как? Ну, конечно, мини-игры можно сказать только для тех, у кого будет лицензия. Потому что мини-игры как бы на лицензионных, да, серверах. Так, это давайте заберём, как раз пережарим вот это. То есть, как, например, мы будем где-то собираться в какой-то голосовой программе, да, где можно будет пообщаться. Что-то такое. Собираемся в голосовой программе, например, назначаем там, на какой сервер идём, в какой режим идём. Ну, как бы можно тоже менять режимы, не нужно всегда в один режим играть, да. Например, идём туда, собираемся, да, на каком-то сервере, и как бы вместе играем в какие-то мини-игры, да, идём куда-то... Ну, на любые мини-игры, я не знаю, там я давно уже, в принципе, не играл, и там уже, мне кажется, нормальное количество их появилось. То есть, всякие там новые режимы и всё такое. То есть, в принципе, вот так можно собираться, да, например, назначать ту же дату, да, то есть, вот такого-то, такого-то, такого-то числа. А, мы там собираемся вот там, идём туда, на тот сервер, в тот режим, потом, когда играем, потом меняем режим, да, то есть, давайте сейчас уже в другой режим пойдём. И, в принципе, вот так. Я не знаю, ребят, если вы действительно имеете желание вот так собираться, у кого есть лицензия, да, играть в те же мини-игры на каких-то серверах, да, то есть, вместе играть в мини-игры, в какие-то режимы, то, в принципе, оставляйте свои комментарии, ребята, хотите вы или нет. Потому что, в принципе, это будет немного разнообразие, то есть, мы тоже сможем вместе играть в какие-то мини-игры, да. Ну, как бы, на сервере мы тоже можем играть, да, но всё же, в мини-игры, это мини-игры, это совсем другое, да. Поэтому, ребята, в принципе, если вы имеете желание, то пишите, оставляйте свои комментарии, да, то есть, свои идеи, как можно это всё сделать, что лучше сделать и, в принципе, как это сделать, да. Потом, ребята, в принципе, посмотрим. Так, ну что, ребята Все мы сделали, ну как все Что сейчас нам нужно, это портал Потом ватт, я уже Сказал, ребята, сейчас самое главное Не будем об остальном говорить, сейчас нам нужно Ватт Немного ресурсов нам нужно, то есть нам нужно Там, может, стакать два Голустона, чтобы добыть его И просто уже больше туда даже не возвращаться Забыть, забыть про Голустон Чтобы он у нас, в принципе, был, да и все Если сейчас, давайте сейчас посмотрим Сколько у нас там Голустона есть в сундуке Если честно, уже не помню, где-то штука Двадцать, двадцать три штуки Голустона, то есть Это немного, на двадцать три Раркенди хватит, как раз, чтобы там по пару уровней Прокачать нашим покемонов и все Покемоном и все И больше, в принципе И ни на что Не хватит, поэтому, в принципе, ребята Я так говорю Быстренько мы слетаем ватт, как можно Быстрее добудем то, что нам нужно и все, ребята Потом Потом, потом мы, в принципе Начнем делать ультраболы В принципе, ребята, все Давайте уже на этом закончим эту серию Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Всем за просмотр, всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok